И в заключении выпуска рубрика «Без происшествий» Илья Кошкин узнал, кто из кировских водителей устанавливает тонировку на лобовое стекло и почему они это делают. Всем привет! Вы смотрите «Без происшествий» и многие водители устанавливают тонировку на лобовое и переднее боковые стекла, которые не соответствуют нормам. А именно из-за этой пленки водители могут попасть в серьезную аварию, особенно ночью. При осуществлении поворота направо и налево, если боковые и передние стекла имеют тонировочную пленку, у которой светопропускаемость не соответствует техническому регламенту, как правило, не видят пешеходов. Именно поэтому по всей России с 19 апреля проходят рейды по выявлению таких нарушителей. И сегодня совместно с сотрудниками нашего города мы встали на одной из улиц, чтобы узнать, а сколько же таких водителей в нашем городе и почему они тонируют свои автомобили. И как только мы подъехали, инспекторы уже выявили первого нарушителя. Светопропускаемость стекол не соответствовала нормам, и водителю выписали штраф. А дальше подозрительным оказался дорогой внедорожник. Но стекла там были атермальными, что создавало эффект сильной тонировки. Прибор показал допустимое значение, и водителя отпустили. Всего хорошего вам, дочери. Настягивайте ли меня в безопасности. А следующий участник дорожного движения оказался с абсолютно черными стеклами. И вот что показал прибор. 15%. Молодой человек согласился устранить нарушения на месте и рассказал, зачем он установил такую тонировку. Нравится так больше ездить. Никто не видит меня. Я в деревне живу, поэтому нормально езжу даже в деревне. По трассам, по всему. Ну а этот мужчина решил скрыться в потоке, чтобы инспекторы его не заметили. Но не тут-то было. Экипажи проследовали за нарушителем и остановили его. 14%. И водитель также согласился устранить нарушения на месте. Полная темнота, и у вас еще и тонировка. Не боитесь кого-то сбить? Ездил, и все видно прекрасно. Сотрудники госавтоинспекции обращаются к водителям и напоминают о необходимости управлять транспортным средством без нарушений. И быть более внимательны при участии в дорожном движении. Итак, сегодня за полтора часа съемок сотрудники ГИБДД выявили из всего большого потока водителей всего лишь три нарушителя, стекла которых не соответствовали нормам. И мы можем сделать вывод, что кировские водители соблюдают ПДД и стараются не нарушать. Меня зовут Илья Кушкин. Это рубрика «Без происшествий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова